приветствую тебя добрый воскресный день вот ты пьешь чай зеленый заварить пью сок из черешни указом свое мне когда чайок более приятно хотелось поговорить про экономику но сначала скажу про мой канал благодаря тебе и другим спикером ну и благодаря мне мой канал в телеграме успешно развивается там уже 10 тысяч подписчиков почти что может быть сегодня будет 10 тысяч так что подписывайтесь на этот телеграм пока youtube не прикрыли прикрыли роман ты же будешь выступать не в телеграме подзовешь туда а вот и второе тезу который хочу сказать что мы сейчас поговорим про ситуацию в экономике но есть люди которые занимают позиции страуса то есть они спрятали голову от проблемы думать проблем нету матвиенко тут на этой неделе сказала что даже гвоздей не можем сделать я считаю что экономика российской нет это одно шапка загадательства и воровство это мое частное мнение и вот я привел пример такой на прошлом стриме это протезы дэна валидов сейчас много ампутантов пошло из зоны конфликтов и вот этим аппарат это модульная конструкция он собирается из модули которые делаются там японии в германии в китае в россии игры очень много рекламации идет на втулки и другие эти модули до протезов российские ну и сразу такой негатив и правда говоря просто я немножко знаком с этими людьми которым приходит рекламации вот но люди думают что это их не касается занимают такую циничную позицию что это хотя они тоже могут быть инвалидами это тоже их может коснуться но они занимают такую позицию что ничего ничего все зашибись нас это все обойдет ну да на думайте думайте дальше это такая преамбула что люди не всегда могут воспринять горькую правду ну андрей да я с тобой конечно соглашусь в этой части видения скажем так потому что у меня несколько тоже тезис по этой вообще спецоперации назовем ее так потому что нам мы сейчас вообще в период должны входить эфемизма да нам к сожалению нельзя называть черное черным белое белым поэтому вот будем подбирать такие слова с тобой я думаю в дальнейшем у нас тоже у наших лиц принимающих решение чиновников будет много таких интересных открытий не только гвозди потому что нужно понимать то что часть производства которая сделана в россии это просто банально шильдер наклеить да и все все скажем так надежды на китай на дружбу с китаем но мы видим последние события великой дружбы когда синопек уходит когда становится проблематично делать какие научные работы с тем же китаем вообще мало кто об этом говорит но то что для меня по крайней мере это важно россии вы кинули из научной сферы когда российские ученые не могут там соединиться обрабатывать информацию читать новые статьи иностранных по сайенсы есть такой ресурс это очень конечно тяжело и вот я общаюсь с нашими российскими учеными так как у меня есть достаточно много по прошлой так сказать трудовой деятельности они конечно в очень-очень сильным отцепенение сейчас находятся потому что с одной стороны есть медики которые продвинутые которыми вообще медицинский сектор текущего пускники кто недавно выпустился они все как правило знают английский все главное открытие по лекарствам по тем же протезам да по всему в сфере медицины они идут на английском языке и вот сейчас у многих медиков к сожалению дилемма оставаться здесь или уехать на зал вообще такой сейчас происходит я бы назвал философский проход номер два да мы помним когда была революция у нас талантливые люди уезжали из россии кто-то называет их не патриотами но опять же патриотизм это такое очень большое толкование и патриот же это не тот человек кто не критикует да тот кто хочет своей стране добра и к сожалению то что сейчас вот в области экономики у нас происходит меня недавно просили там прокомментировать в одном в одной семье написать статью по поводу того как сейчас сейчас экономика и дела с ней обстоят и вот я сравнила текущей ситуации ты вот знаешь как с поездом когда мы мчимся уже по тормозам нажали да ударили мы чувствуем вот это торможение но еще по инерции едем да и вот ты говорила что там патриотический угар сейчас да в основном население сконцентрировано на этом на деталях спецоперации опять же назовем ее так но скажем месяцем к сожалению это долго не сможет длиться потому что уже сейчас видны большие проблемы с каждым месяцем во-первых все меньше и меньше будут товаров на складах потому что где-то средний срок от месяца до там трех-четырех месяцев нахождение товара мы увидим рост безработицы естественно снижение реальных доходов то есть даже если номинальные доходы будут расти за счет инфляции они будут падать то есть реальный доход будет уменьшаться и там через пару месяцев когда вот уже мы будем полностью останавливаться большая часть скажем так населения уже появится вопрос а что дальше делать а собственно говоря почему это все двигается вот как раз скорее всего после майских праздников ближе лет но еще летом часто многие уезжают на дачу там немного в своем мире живут но вот по крайней мере все больше и больше будут эти вопросы к сожалению появляться это с какой быстротой мы не вспомнишь мы строили международный финансовый центр достаточно долго и вот за один раз к сожалению все это можно вот сколько там 10-15 лет которые мы строили развивали глобально наши банки в тбс сбербанк глобал маркетс у них были департаменты к сожалению все это пришлось перезакрывать от рейтерс и блумберга у меня теперь с начала апреля и блумберга терминал уже нет приходится нашими вендорами пользоваться них не хочу сказать что сравнивать их с блумберга но все таки блумберга нет как говорится блумберг вот и мы получаемся так понемногу понемногу переходим в режимы ссср но отличие ссср от текущей россии то что все таки в ссср люди не жили как у нас жили в двухтысячных до могли есть за границу какие-то блага европейские американские потреблять тогда этого не был то есть не было с чем сравнить плюс у нас родилось новое поколение которое именно уже живет не именно понятием территории а вот именно глобальный вот заметила фейсбук про который у нас запрещен да теперь нужно так говорить нет продвигать свои это же он продвигать как в том числе на новый поколение который теперь уже будет больше это такой вызов для государства на мой взгляд который будет больше общаться не в своих локальных скажем так где они живут микрорайонах районах городах а вот именно в мед вселенной когда у тебя есть друзья по всему миру да у тебя уже мир не горизонтальный вот там точнее вертикальный когда у тебя жесткие иерархии ты живешь конкретно стране город и и так далее а вот именно горизонтально когда у тебя области общение она разбросана по всему миру тебя есть японцы китайцы европейцы африканцы а не знаю все люди вот сейчас мы от этого уходим мы в какой-то свой вакуум погружаемся и когда я слышу говорят вот у нас надо теперь модернизировать своими силами но немного у меня вызывает небольшую улыбку потому что опять статистика у нас все айтишники кто в узбекистан от знакомые по армении грузии в сербию то есть айтишники уезжают медики сейчас сожалению вынуждены константика констатировать уже поэтому модернизироваться без технологий европейских американских но это как-то достаточно странно звучит и не кажется тебе так поэтому да вот все что происходит это конечно печально ну и вопросы они скорее всего будут появляться на подвеске дня ближе уже после майских праздников когда мы все семей семей будем тормозить вот говорит в этом году ввп упадет на 10 на 12 но суть в том что мы по сути последние там 15-20 лет вот за этот период стерли то есть мы находимся мы пойдем там такого падения ввп даже в девяносто восьмом году как никого не было короче догоняли догоняли мою любимую португалию чертова мать вообще столкновение с реальностью она вот на бытовых мелочах вот покупая билет я в ставрополь на завтра смотрю время полета 4 часа вместо двух ночевая охраневать как же так вы же сказали что 2 марта откроете южные аэропорты юг россии до аэропорта потом пересли неделю потом еще неделю потом неделю завтра будет уже 18 апреля зона закрыта и поэтому полеты идут через казахстан не два часа а четыре часа и на таких бытовых мелочах казалось бы жизнь она тебя вот тыкает носом в реальность ты можешь говорить что все хорошо с протезами втулки хорошие модули российские хорошие но пока тебя вот бытовуха так аппа ты уже понимаешь да да не знаешь я вот как раз после этой спецоперации мне звонили знакомый кто живет в европе в германии там одна знакомая в лондоне учится причем она сама поступила то есть она выиграл там грант и сейчас учится и вот там один мой знакомый у него ребенок ему где-то семнадцать подросток 16-17 лет он говорит ему он же привык все платить apple pay да вот сейчас apple pay отключили он говорит там теперь при я уж карточки давно не носил и наличность мне теперь что надо переходить обратно у нас же мы славились тем что у нас на самом деле в отличие от европы очень продвинутой были вот все банковские технологии то есть сравнить тот же интернет-банк и через бисе не знаю сити онлайн банки но у нас сбера втб ну тиньков тот же они наголо были выше и теперь по сути мы отбрасываемся вот в этот века наличность и карточек а второе тоже очень много для меня конечно произвела впечатление вот знакомый который сейчас учится в лондоне он говорит когда туда переехала в лондон что она заметит что для нее больше всего впечатление произвело она говорит ты не поверишь я в лондоне когда вот иду по улице там через некоторое время не на встречу полицейские лондона идут я говорит они мне улыбаются и я улыбаюсь я не боюсь вот мне так зацепил то есть здесь она обычные законопослушные гражданин он говорит я москве хожу и вот когда там не на встречу едет полиция ну мне немного некомфортно а там я уже от этого отвыкла и иду спокойно мне они я им улыбаюсь это это для меня немного так было конечно впечатляющее мнение вот она это выделила то что я спросил какие у тебя самые такие яркие впечатления первое вот она мне это привела ну правильно ну вот почему я люблю там португалию это же не здание это же люди главное здание то можно в китае построить копию португалии а ты людей найди таких вот мягких добрых как португалия не найдешь ладно переходим к экономике от вас будут ругать меня опять скажет вот 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 я сейчас экономики просто добавила я не всем согласен мягкие добрые люди и у нас у нас в россии тоже и добрые и мягкие это не от нации зависит это зависит от институтов вот допустим чтобы мы не говорили про амирику там трамп был байден да теперь в америке есть институты как и в европе да когда там решается у нас госдума это не место для дискуссии как известно а там все-таки какое-никакое место для дискуссии да и там просто так какое-то решение там без общения без какой-то дискуссии принять сложно и вот даже карточный домик да ты смотрел если это сериал да там красю подноготную и американской политической машины рассказывается чиновники политики они все примерно одного уровня все корыстные что политику просто так не придешь но чем отличается допустим конгрессмен штатах да он через какую-то свою там корысть и он вынужден прислушиваться к мне к мнению избирателей до своих тех избирателей которые за ним стоят и хочешь не хочешь он должен лоббировать их интересы потому что без этого и вот в лоббировании конгрессмена первого второго третьего сенатора и происходит вот это как бы баланс нахождение баланса в экономике когда мы говорим многие не понимают в чем состоит невидимая рука про которую говорил адам смит она состоит в следующем следующих вещах то что люди на самом деле все эгоистичны да и невидимая рука рынка заключается в том что если я булочник булочник и пеку какие-то булки хлеб да я могу если один я могу поставить любую цену с другой стороны на рынке когда я допустим поставил 100 рублей за хлеб другой какой-то предприниматель понимает что он может сделать тот же хлеб чуть дешевле но продать за из-за того что тяну часть моих покупателей продать больше он тоже эгоистичен он думает о своей прибыли но он начинает печь и ставит 90 появляется 3 4 и вот они вынуждены снижать цену уменьшать свою маржинальность чтобы увеличить объемы и вот в рыночной системе вот эта рыночная рука рынка невидимая рука рынка она как раз балансируется просто предложение то есть ты не можешь поставить на если мы говорим о монопольной экономике любую цену ты вынужден вот именно искать эти этот баланс роман ты полностью как бы ты полностью прав но есть и другая сторона о которой мы сейчас не осветили потому что это в рамках нашего что человек это одна из оболочек земли если ты живешь в сибири да то там ты так сказать более душевно чем живешь в москве просто природа такая она так сказать если ты одиночка волк ты там не выживешь поэтому там как-то люди помягче скажем так и если ты живешь в португая рядом тоже река прекрасная ты тоже мягче просто становится что это одна из оболочек земли это довольно далеко от экономики вот я так считаю вот это диалектика это что первично там среда обитания где ты родился или то что в тебя заложили понятно что среда обитания она оказывает на тебя какое-то естественно влияние да там москве естественной скорости больше ты просто не не можешь себе некоторые вещи позволить планами плане душевного чем живя там в сибири или в каком какой-то деревне ну ладно давай мы все-таки придем к макроэкономике а то меня будут ругать скажет верников ты чего давай охранял что ли макроэкономика у меня в том плане инфляция еще в инагенты тебя запишут меня уже записали в латинский вот недавно записали вот наверное потому что на половину испанец меня в латинский шпион записали представляешь латинский шпион это какая-то экзотика слушай макроэкономика интересует заседание 29 апреля цб инфляция и очень сильно меня волную те факторы которые влияют будут влиять на рубль и что ждать от рубля по отношению к доллару к евро очень интересует ну сначала давай твой вопрос декомпозируем на два первое по поводу ставки понятно почему центральный банк повысил ставку до 20 но тут можно дискутировать 20 17 как пятнадцатом и четырнадцать пятнадцатом году факт тот что в тот период когда центральный банк повышал ставку у нас было банкрад да набег вкладчиков на банке у нас какое-то безумное количество триллиона рублей из банков вкладчики населения выдернуло побежал скупать доллары естественно центральный банк повысил ставку не из-за того что рост инфляции сильный да это в том числе тоже чтобы немного остудить этот порыв а прежде тем чтобы вернуть вот эти вот эту ликвидность которая была выдернута из банковской системы обратно и как раз это было заметно последующей неделе был приток в депозиты банки повысили ставки по вкладам и соответственно люди начали возвращать рублевую ликвидность второй момент это ограничение на доллары на доллары евро на покупку и ограни и повышение комиссии до 12 процентов тут тоже понятен вопрос потому что в отличие от рубля у нас внутри россии скажем так банкнот и кэша не так много то есть грубо говоря математически если бы все население она взяла без наличные без наличной валюты перевела наличную просто скажем прямо на всех бы не хватило потому что как это работает обычно в обычной системе банки заказывают кэш есть банкноты blend fit соответственно новый напечатанный уже используем в обращении и нам прилетают самолеты в россию с доставкой евро долларов естественно что банки весь этот кэш не держит пропорционально тому сколько у них без знала на на счетах потому что ну смысла нет потому что когда эти нам эта валюта находится на счетах ты можешь ее распоряжаться банки могут там размещать в репо на межбанке а когда она у тебя кэш ты только можешь между банками торговать этим кэшем поэтому на фоне спецоперации население готово было бы все весь безнал перевести в кэш ну как я сказал кэша не было банкнот не было столько сколько население хотел поэтому были введены все эти ограничения плюс чтобы как-то дать возможность населению идти валютный актив потому что у нас же и биржа не работала центральный банк я считаю правильно сделал он соответственно отменил ндс точнее наше правительство отменила ндс на покупку золота и золото это население мы начал восприниматься как вальсия полют на к ну и это есть кого валютный актив но квази доллар скажем так после того как паника ушла население в принципе то что хотела сняла доллары в рамках вот эти вот это этой границы часть большая часть я положил на вклад в этом плане все успокоилось более-менее и теперь центральный банк может снижать ставку тут многие тоже говорят почему снижать ставку эти инфляции она все будет больше и больше да скорее всего но не скорее всего а даже точно у нас инфляция будет расти в апреле там в районе 20 будет погода наверное в районе роста роста нам скажет если никаких санкций не отменят а отмена санкций это достаточно долгая история в районе там от 20 до 25 до конца года но снижение ставки вызвано двумя факторами первый фактор и центральный банк и все понимают то что текущий рост инфляции это не причина высокого спроса до высокий спрос он был в начале марта когда население побежал в магазин избавляться от рублей когда мы видели доллара уходил там на сто двадцать а на вне бирж так вообще сто семь из были цены особенно когда марковские праздники были там в районе сто шестьдесят сто семидесяти цена была поэтому в марте было же отожжный спрос но теперь инфляция вызвано больше именно не ценообразованием рубля не курсом рубля а именно логистическими bottleneck ами потому что я также общался со своими товарищами один занимается импортом в россию вина и он мне сказал что сейчас ценообразование того же вина да снизили цен на фоне укрепления рубля но проблема остается том что теперь очень много приходится делать логистических схем из одних портов другие перее потом вести по железной дороге фурами то есть это будут большие косты и на это никак центральный банк не повлиять поэтому конечно если скажем раньше товар x стоил 100 рублей то сегодня он будет стоить 200 рублей из-за логистических проблем и здесь будет спрос на него 10 либо 5 он ниже 200 не сможет строить то есть центральный банк повышением ставки никак на это не повлияет потому что спрос у нас сейчас и дальше будет катастрофически падать то что было у населения они фактически часть уже будущего спроса они конвертировали в марте покупкой товаров а в дальнейшем мы будем видеть падение реальных доходов часть людей будет будут вынуждены будут их вынуждены уволить да это что есть то есть у нас будет расти безработица хоть сама безработица она в цифрах будет расти может не так сильно у нас такая ползучая безработица когда людей сам понимаешь переводит на с пятидневки на трехдневку там может однодневка кого-то в оплачиваемые отпуски отправлять то есть фактически он не безработный но денег от этого точно становится как ты понимаешь и связи с этим у нас спрос населения будет падать поэтому центральный банк предвидя все это предвидя то что он повышение ставки сейчас это не фактор снижения спрос который был а фактор именно стабилизации и обратного притока рублей в банке теперь он будет снижать эту ставку чтобы поддержать как-то экономики он снизил вне на внеочередном собрании на три три процента сейчас 29 апреля он снизит на 2 я так полагаю еще до 15 и концу года мы можем увидеть в районе 11 12 ставку хотя хотя инфляция будет 25 до теперь мы будем жить если раньше у нас была положительная реальная ставка сейчас будет у нас отрицательная реакция реальность ставка поэтому все вопросы о том как мне обогнать инфляцию они не будут релевантны сейчас потому что вы по факту нет таких активов внутри россии по которым вы обгоните точнее есть активы можно заниматься сток пикингом но если вы даже консервативной у вас будет политика на депозиты вы инфляцию не оборит это как бы факт что порублю второй вопрос сейчас до связи со всеми ограничениями у нас доллар потерял вот мы к этому шли с такой радостью потерял внутри россии свои свойства как валюта платежа да у нас есть ограничение на те же стороны физлица на платежи в иностранных интернет магазинах да у нас есть проблема с переводом в кэш да понятно почему об этом я уже сказал у нас снизится поток туристов в европу да теперь у нас к сожалению в связи с тем что у нас повысились эти логистические транзакции скажем так и перелет в том числе у нас теперь в турцию не все смогут далеко раньше был не все но сейчас поездка турцию будет приравниваться не знаю там поездку на отдых в рим или на мальдива то есть это себе уже тоже мне кажется сможет позволить поэтому и импорт у нас также будет падать рекордными темпами как по причине низкого спроса внутри россии бизнес не может в текущих реалиях понять что ему дальше делать как ты можешь развивать бизнес закупать какое-то оборудование если ты еще сможешь это оборудование купить не не понимать что будет через год да для бизнеса колоссальный сейчас период неопределенность поэтому у нас хоть у нас говорят сейчас пойдет наше зацветет российский бизнес как грибы после поползут как грибы после дождя я в этом сильно сомневаюсь поэтому у нас будет стокфляция это самый плохой когда будет расти инфляция при этом спрос будет падать не инфляция не дефляция именно вот стокфляция и в третий момент это то что как я сказал платежи за границу запрещены ты с долларом по факту внутри россии да ты его можешь купить но что-то с ним как такового сможет делать да это как был в ссср у нас же за доллар давали 60 копеек но это было не холодно не тепло не холодно что ты мог купить как и с рублями кстати были более менее больше чуть больше обеспечены люди но по факту же не мог эти рубли полностью конвертировать в какие-то товары там без каких-то особых схем скажем так поэтому да рубль будет скорее всего находиться плюс минус на этих уровнях вполне возможно он будет даже чуть пробьет 70 рублей 65 это вполне потому что сейчас цена образования рубля но не не рыночная то есть в рыночном как у тебя есть счет текущих операций платежный баланс разбивается на счет текущих операций в котором внутри сидит торговый банк счет торговый баланс и финансовый счет так вот у нас финансовый счет по сути заморожен нерезиденты не могут продавать выводить отсюда валюту спрос стран нерезидентов на валюту он свелся к нулю внутреннее население фирмы они могут покупать население в рамках ограничений может покупать но и бизнес также может покупать валюту на свои какие-то заграничные сделки операции по импорту но вот этот спрос со стороны экономических агентов внутри населения он сильно упал то есть тебе как это сказал тебе с этим долларом нечего делать и был момент на прошлой неделе точнее на этой неделе в начале понедельник когда после отмены ограничений у нас рубль и резко слабел а до этого на прошлой неделе из того что по сути не было покупцов покупателей доллара у нас рубль постоянно каждый день укреплялся по пять по четыре рубля потому что физически не было тех людей которые у тебя был были продажи от экспорта которые экспортеры обязаны были продавать 80 процентов своей выручки а покупателей не было и вот на этом рубль соответственно укреплялся теперь понятно что крепкий рубль нашим минфин он нашим бюджетом не выгоден поэтому постепенно будут сниматься ограничения в первую очередь на продажу валютной выручки 80 потом возможно 70 60 чтобы рубль находился где-то вот во-первых снизилась волатинность а во-вторых понятные границы были потому что важно для любых экономических агентов для населения бизнеса это понимание это снижение неопределенности поэтому если рубль застопится на уровне 70 80 70 70 85 это будет принципе я думаю всех устраивать но как я до этого говорил основной про инфляционный эффект будет стороны вот этих ограничений которые вел запад и америка как у нас следует говорить коллективный запад европа и америка и стороны слабого внутреннего спроса лесу так говорить более раскрытно понятно то есть денежная власть устроит если будет бокова динамика скажем 70 85 условно говоря да потому что при этой при этом курсе рубля в принципе бюджет может концу года верстаться около нуля даже даже на фоне волне того что сейчас происходит с отгрузкой российской нефти когда мы видим дисконты по 30 долларов к бренду бренду то текущий курс рубля у нас он в принципе 75 80 он выгоден правительству при этом курсе а у нас бюджет будет сведена где-то к нулю а вот решение по ставке какое-то ожидаешь как это повлияет локально ну текущее решение по ставке это исключительно немного помочь спросу решение ставки это помощь равно помощь спрос локально на рубль это ну сильно не повлиять потому что у нас как эти до этого сказал у нас сейчас не рыночные условия сложилось прежде всего не только на фондовом но и на валютном рынке также вот на фондовом тоже не резидент не могут участвовать поэтому снижение ставки это то вынуждена мера чтобы поддержать какой хоть какой-то теплющий спрос потому что реально при ставке 20 17 ну и при тех ограничениях которые ввели на россию но у нас экономик просто просто замораживаться насколько ты думаешь ставку понизит ну 29 думаю еще на 200 бассейнных пунктов концу года в районе 11 12 я бы ждал то есть на положение рубля это не сильно повлияет положение рубля будет влиять исключительно как центральный банк будет регулировать потоки капитала и наш правительство то есть я как сказал выше у нас финансовый счет сейчас не работает то есть из платежного баланса мы возьмем счет текущих операций и финансовый счет то у нас сейчас на рубль действует только вот счет текущих операций импорт экспорт плюс какие-то там еще небольшие операции вот а операции именно со стороны нерезидентов на вывод капитал наш капитал контролл сейчас стоит поэтому если раньше именно финансовый счет добавлял движение к торговому балансу финансовый счет он как бы балансировал именно профицит по торговому счету потому что понятно когда у нас говорят у нас большой вывоз капитала вывоз капитал он нам равно профицит торгового счета то есть чем больше валют приходит страну чем больше мы продаем чем больше мы получаем от экспорта тем больше вывоз капитала это баланс это как бы так работает работать финанс так работает бухгалтерия финансовая в глобальном масштабе государства поэтому если у вас торговый баланс сужается когда мы видели про бы вам были ковидные истории тогда у вас вывоз капитал сужается кстати может кто-то не знал покупка доллара вот и когда покупаешь финал выходишь доллары это тоже по факту вывоз капитала сейчас у нас ограничение на 10 тысяч введены поэтому ты не можешь там 200 300 тысяч по так по факту это тоже работает то что на население скупает наличную валюту это идет как вывоз капитала и вот эти ограничения они сейчас не работают на курс образования рубля поэтому у нас по факту будут рубль будет зависеть от того сколько экспортеры будут вынуждены продавать валюту и как как в дальнейшем цб и минфин будут снимать ограничения чем они быстрее будут снимать ограничения на покупку валюту на какие-то расчеты тем соответственно будет негативным влиять на рубль но пока вот мы видим то что сильно в текущих условиях эти ограничения сниматься не будут а ты говорил сейчас только про доллар а вот про евро ну я говорил и плат про доллара потому что сам всех интересует доллар и евро то же самое история у нас же и сша европы это не дружественные страны поэтому тут одинаковые условия рубль будет просто вести себя немного может по-другому по-другому из-за кросс-курса да вот мы видели последний рубль доллар укреплялся к евро поэтому рубль укреплялся сильнее к евро чем к доллару просто из-за кросс-курса да если мы на фоне повышения ставки феда мы увидим где-нибудь паритет доллар евро то есть соответственно рубль к евро укрепится больше чем к доллару но это исключительно на фоне поведения самих курсов доллара евро атака рубль будет вести себя ведь не отменит же ограничение к евро к доллару оставить нет там все взаимосвязано поэтому динамика будет идентична то есть увеличение вот этих колебаний роман еще один вопрос от латинского шпиона по поводу облигаций хотя один человек зритель нашего канала спросил меня а что роман ермаков думает по поводу лизинговых компаний потому что у него облигации в до лизинговых компаний но это так это на закусочку ну сначала папа по рынку облигации да в общем да ну смотри по облигациям тоже многие ждали когда нас рынок открывался мы последний просто насколько помню такое интервью с тобой общались так до всех этих событий и как раз только были короткие такие наши с тобой беседы и когда рынок открылся после почти месячного закрытия многие ждали то что в фузе будет провал хотели купить сейчас там со ставкой 25 я куплю но как вот я помню этот первый день сразу цб вышел где-то по всем выпускам стоял на уровне 19 процентов доходных там беды стояли равен был стакан и и после этого у нас просто пошел 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 по всему спектру фузе чем это связано тут несколько факторов первое нас нерезидентов за не могут продавать то есть тем бы продаж которые были стороны резов их нет второй момент цбм вел уже не первый раз выводят такие послабления он вел для банков послабление что можно не переоценивать торговом портфеле бумаги и учитывать их по курсу это не только касается бандов но и акции по курсу от 17 февраля это очень важно почему это так важно такое небольшое отступление у банков обычно два портфеля это торговые портфели где идет переоценка каждый день и портфель до погашения hold to maturity так называем где ты купил бонд и он у тебя не переоценивается до погашения и вот в торговом портфеле у тебя так как банды переоценивается центральный банк не сделал бы этого послабление то ну что тут кривить душой то по сути бы всех банк всей банковской системы всех крупных банков тут не исключение капитала разорвало бы просто на части потому что сразу бы люди грубо говоря у тех кого висели там у фазы по сотой фигуры по девяносто пятом в этом торговом портфеле либо переоценили в два раза открытие был на уровне там 230 50 фигура да там мы знаем кто-то по фигуре беды наливали там кого-то закрывали и поэтому у тебя грубо говоря портфель по триллионы да там по банковской системе тебя сразу складывается в два раза у тебя все сразу на капитал переносит поэтому у банков по сути все банды зафиксированы 17 февраля смысла продавать нету из страны банков как таковых продаж нету облигаций вот сейчас мы доходим где-то там в некоторых выпусках осталось две полторы фигуры вот когда мы доходим до тех уровней на которых уже банки могут будут скорее всего продавать мы увидим больше объем потому что мы выходим в ту зону когда уже зафиксированы часть это который на 17 февраля цены они будут ниже чем рыночные то есть можно уже смело продавать сейчас они эти цены текущие рыночные рыночные они ниже тех зафиксированы поэтому если банк сейчас продаться может продавать из этой портфеля то он сразу переоценку отрицать грубо говоря у тебя на 17 февраля висит у фсз по 90 фигуры ты не переоцениваешь а сейчас 87 ты продаешь три фигуры у тебя лоз поэтому банки все ждут когда выйдет кривая вот на это и скорее всего на этом уровне будет сильное такое сильное сопротивление когда будут продать поэтому мы видели весь март апрель такой плавный рост покупали физики как вот недавно вышла отчета банк россии кто принимал физики участие в этом объемы естественно были копеечные там 75 миллиардов но для рынка когда был до кризиса 57 это в какой-то очень выходной день когда объемов совсем нет участие то есть у фсз росли на низких объем потому что аферов не было физики покупали 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 какие-нибудь фонды кашки те покупали где вот этой переоценки нет я же там хедж фонда российские покупали они могли продавать так как на них не распространялась вот это вот это незаконный проект а это послабление центрального банка они могли потому что смыслом держать до текущих уровнях нет также покупать ну и плюс банки тоже часть банков они решили докупить свой портфель на этих уровнях почему бы нет потому что у фсз на уровне 17 который мы видели 16 это в принципе очень интересно теперь мы кривая вышла по длинному концу в районе 10 половина 11 там середина тоже районе 11 чуть выше ближний конец в районе 12 до там 12 плюс минус что сейчас делать да сильно апсайда нет потому что я уже сказал то что сейчас мы входим подходим к уровню где могут начаться продаж уже наших банков которые решат зафиксировать но с другой стороны есть фактор поддержки первое минфин заявил то что они не будут в этом году проводить размещение да это не твердый коммитмент понятно что если там доходность грубо говоря так снизится до скажем 8 9 естественно они выйдут на рынок но пока они сказали то что минфин сказал что точно не будут продавать плюс допустим если меня спросишь какие что интереснее тут вопрос такой да ближний конец который год-два он торгуется в районе 12 как я сказал он выше чем на дальний конец но так как есть ожидания мои в том числе cb будет снижать ставку и дальше невзирая на инфляцию чтобы поддержать экономику и нужно готовиться то что мы будем жить в отрицательных реальных ставках то к примеру зафиксировать на пять лет пять-шесть лет доходности в районе десяти с половиной это интересно почему так потому что и депозит сейчас депозит короткие да не выше но где уверенность того что не будет как допустим пятнадцатом году через год те же физики будут размещать депозит подставки 7 процентов примеру такой уверенности нет и я бы скажем так не отметала вот эту гипотезу совсем я думаю что скажем через год ставка по депозитам 7 это вполне реальность поэтому если сейчас зафиксировать пятилетку на в районе десяти с половиной одиннадцать до абсайда вы не увидите вы не увидите роста допустим две с тридцатой 50 фигуры там на 30 фигур вверх до такого же не будет роста но в плане если зафиксировать именно долгосрочный период то почему бы нет далее продолжая как бы тем другим а первым втором третьему шелону я бы сказал так первый шелон нужно и второй рассматривать в плане не доходности а спредов потому что сейчас скажем так из-за из-за того что в фазе вообще ликвидность как такого нет сейчас она стала больше появляться вначале особой не было 10 миллиардов это очень хороший объемы скажем так были хотя раньше 10 миллиардов миллиардов объем в день это не о чем вот в карпах раньше допустим первый шелон мы говорим 70 спреда кривой фазе это считался нормально то сейчас я так смотрел первый шелон спред бы искал в районе двухсот пятидесяти трехсот то есть шелона первый шелон уже из-за риска из-за понятно что там не будет дефолта в первом шелоне но в такой турбулентной ситуации всегда спреда расширяются поэтому сейчас если кто-то хочет заходить первый шелон я бы искал не меньше бумаги с не меньше доходность где-то два с половиной процента кривой фазе по дюрации по поводу лизинговых компаний 3 4 шелона но тут вопрос понятно что сейчас будут дефолты там не помню какой банк инвест написал что в россии будет где-то 20 процентов 20 25 дефолтов уровня понятно что в текущих условиях при текущей ставке у нас третий четвертый шелон у них будет проблема с перекредитовка да сейчас свели мораторий на полгода на на несостоятельность но по факту как будет через полгода непонятно поэтому если кто-то хочет себе по шкатать нервы зайти в третий шелон ну я бы на 3 меньше доходность чем 25 30 не смотрел но ты сам понимаешь что доходность 25 30 процентов бизнеса функционировать не может то есть да можно посмотреть эти бумаги но как этот бизнес через год будет себя чувствовать но для меня это вопрос поэтому если кто хочет есть же фонды к примеру штатах европы которые покупать таки дэд стресс и дэд стресс фонды которые любят и но они покупают при том условии что они купят 10 бумаг из них 3 дефолтнуться но это такой а-ля венчур да когда ты покупаешь вкладываешь с вами венчуры в 10 там в 100 каких-то проектов и из этих 100 у тебя выстреливает 10 и они от эти 10 проектов они тебе дают еще дополнительную прибыль а 90 они просто ложатся также и в этом плане до можно там набрать но тут уже советует сложно потому что непонятно вообще какая ликвидность что с ними будет и тут все индивидуально у нас же еще проблему теперь многие даже голубые фишки они перестают выкладывать отчетность то есть мы будем жить в вакууме отчетно как вообще бизнес функционирует и посмотреть что будет у компании особенно вот в третью шву но такая нетривиальная история сказал бы отвечение вопрос тебя андрей не слышно это потому что я устал кнопочку забыл нажать последний вопрос традиционно по акциям как-то считается что во времена высокой инфляции нужно вкладываться в сырье соответственно смотрим наши сырьевые компании там типа фосагра это пока мы с тобой говорим принято решение снять некоторые ограничения по экспорту фосудобрения слышал так норникель там полюс чего-нибудь такое купить сырьевое и и забыть как так этой идее относится вообще стоит ли покупать акции ну смотри акции это всегда тоже инструмент который растет периоды инфляции да если мы все-таки говорим не спекулировать там пару дней или недель то акции это хорошая хорошая вещь на текущих уровнях для инвестирования вопрос во что мы смотрим на банковский сектор по банковскому сектору понятна вся история сейчас банки будут им нужен капитал буду направлять все свои всю свою прибыль если она у них будет в капитал ни о каких дивидендах можно не говорить потому что балансы и актив банков сейчас в том числе и нпл будет расти и cost of risk будет расти то есть а дивидендах банковском секторе на определенный период можно просто забыть обкупать акцию без делов ну можно ну не нужно скажем так непонятно зачем плюс наши банки том же сберает тому процентов 40 нерезов непонятно как их будут выпускать вообще вот эта история с выпуском нерезидентов из-за наших активов она еще до конца не понятно как это все будет происходить потому что непонятно на будущий навес на рынке потому что это же доля кому-то достанется по какой цене достанется будет ли тот участник кому это достанется продукт пример вот не политической ситуации да все акции нерезидентов они достаются какому-то в об управлении или еще кому-нибудь да он у них покупает не резин там говорят что вот мы вам покупаем по закрытию адр где там вообще не около нулей будут я просто гипотетически статс понятно что веб в дальнейшем будет эти активы распродавать да у него уже будет зафиксирована колоссальный прибыль то есть это навес для рынка по поводу банков сказала по поводу нефтянки но нефтянка нефтегаз скажем так да это остается интересным инструментом тот же лукойл газпром нефть мне нравится газпром он будет страдать от того что у него потоки будут снижаться в европу но тем не менее у газпрома есть хороший задел но то что меня напрягает вот эти последние дни разговора опять давайте строить трубы в азию переориентация в азию опять может и слышим но это опять та же история которые вроде мы как бы от нее отошли повышение дивидендов раскрытие акционерной стоимости в том году и на этом где газпром очень хорошо рос а теперь опять все нужно перенаправлять потоки в азию поэтому нужно строить больше километров больше труб но вот вот эта история мне как бы не особо нравится и не зарождает во мне оптимизм поэтому вот по нефтянки я сказал по поводу дальше магнит это мой как бы перформе в потреб секторе его тоже считаю нужно иметь по поводу удобрения они достаточно сильно выросли я не бумаги интересны но апсайта я отсюда не вижу угольщики мне нравится вот сейчас при тех ценах на уголь мне нравится меча кстати у него есть плюс то что у него актива как раз восточной части он может перенаправлять свои потоки в азию больше в этом плане меча мне нравится я бы тоже его как бы к нему присмотрелся телекомы но мтс такой такой инструмент что я не думаю что он будет падать но тоже и куда писать да в этом не вижу потому что хоть для телекомов как я понял сделали исключение с сша сделал то есть можно представлять оборудование но опять же затраты косты вырастают хотя для fk-системы мтс это такая дойна к роу который будет платить дивиденды но плане большого объема можно тоже посмотреть энергетика тут такой момент сбыта из-за того что у нас теперь будут расти просрочки сбыты они не так интересны сейчас бытовой компании электроэнергетика да она интересна так как она будет работать внутри россии они многие многие производители электроэнергии они как раз уже заявили то что они будут снижать каст касты поэтому тоже русгидра она интересна via который занимается уже не так интересно потому что мы уже отходим от этой тематики зеленая электроэнергетика это уже как бы в прошлом и поэтому юни про н л приуслове то что сейчас собираются их иностранные материнские компании избавляться от этих активных то я бы на них тоже не смотрел поэтому из топ-пика у меня такой то что я обозначил магнит мечела нефтянка банки бы не смотрел ростелеком возможно тоже добавить так какая сейчас через него будут тоже проекты проходить с госучастием ну на этом наверное все если кто-то меня еще спрашивал а помню по поводу вот валютных активов сайт паза золотодобывающим компании но стоит иметь скажу тоже полю золото можно иметь но проблема золотовиков в том что не знаю тебя раскрывали тему на канале нет теперь наше золото не особо признается в мире потому что лондонская скажем ассоциация которая раньше признавала российское золото соответственно мы очень много золота в европу отвозили на ту же lme торговали теперь это золото из россии она не признается то есть отменено и поэтому мы если будем продавать золото мы будем его продавать с дисконтом опять же страны азии и у нас как раз цб помимо того чтобы перенаправить с долларов активность населения на золото когда они понизли дэс он был второй фактор о котором не говорят о том что у нас сейчас это поддержать это на решение было для того чтобы поддержать российских производителей золота потому что из-за того что сейчас у нас будут проблемы с экспортом золота у нас будут стране накапливается достаточно много золота то что мы будем продавать мы будем продавать в азию но с дисконтом поэтому население как бы отчасти должно не я я догадывался на канале говорил что у нас население это донор государственный хищник если так активно запихивать золото то это не просто так ну вот просто это отчасти как бы когда была отмена ндс это центральный банк он убивал двух зайцев и центральный банк и правительство с одной стороны те кто хотел бы купить доллара они могли бы как бы купить кваде доллара это золото второе поддержка производителя золота да ну тем не менее золото добывающей компании не всегда такой их всегда нужно иметь портфелье не золото именно золото добывающей компании поэтому да поле золота он и имеет резон добавить вопрос его пропорции а ну в принципе вот сформировав этот портфель я думаю если его удержать несколько лет он будет принесет хорошую доходность но это вот как бы отчасти мое мнение до многих там другой и еще такой момент кто хотел меня по моему спрашивали по евро бандам с евро бандами вообще тоже сейчас проблема потому что есть евро банды которые выпущены до 14 года есть после 14 года и вот до 14 года кто покупал там обычный оси на xs начинается с ним проблема для российских участников у нас разорвана бридж моста между евро клером и нрд то есть по по тем его бандам которые были выпущены до 14 там российские участники евро клер не перечисляют в нрд деньги а тем евро банды которые начинаются с ру это те они выпущены после 14 года глобальный сертификат лежит в нрд и вот с ними как раз проблем не будет поэтому выплаты будут все идти через нрд и вот такие евро банды сейчас тоже охота их сложно купить на вне биржи но если получится то в принципе инвестирование в евро банды российские причем сейчас многие торгуются по крайней мере торговались там таким колоссальным дисконтом торговались 20 20 30 фигуры сейчас конечно уже внутри россии они намного выше стоят они по 70 80 фигуры торгуется зависит от выпуска но инвестирование в них именно в эти евро банды которые после 14 года они они это интересно и это будет сохранять возможность делать экспозицию на валютный актив хотя выплаты по ним тоже будут рублях но с привязки к курсу то есть вы как бы в них инвестируете но у вас выплаты будут зависит от колебания курса то есть от цены рубля к доллару поэтому это можно но вообще конечно история с дефолтом история с дефолтом по российским активом она достаточно долгоиграющий тут же помимо дефолта россии имеет место быть кросс дефолты потому что во многих евро бандах есть так называемый ковенант и если дефолтится у тебя суверен то ты должен производить выплаты это и является триггером для корпоратов они тоже не могут поэтому теоретически сейчас мы можем увидеть очень много судебных когда у нас говорят но мы мы-то не дефолтнулись это все у нас есть валюту мы бы могли выплатить поэтому не считаем дефолт да это так но юридически это дефолт а значит то что на активы российских компаний корпорации за рубежом теперь иностранные инвесторы могут предъявлять претензии мы я думаю ближайшее время увидим всех наших голубых фишек актив которые в европы находятся в америке как раз претензии на эти активы стороны держатели евро банду поэтому опять же возвращаясь к акциям нужно посмотреть когда особенно металлурга вы инвестируете в их в них сколько у них активов в европе в то есть америке то того же еврохима у него 70 процентов это в европе север стали тоже есть активы поэтому тут нужно очень грамотно смотреть и понимать именно вот эти риски потому что сейчас как бы это пока в стороне но я думаю на следующий на повестке не это именно арест активов нашей компании вот так дорогие зрители на этой ноте короче если у вас деньги купить яхту не покупайте яхту потому что во первых вы не зайдете в итальянский порт вас не примут а если вы зайдете еще в яхту эту арестуют на такой ноте тут кстати есть и такой момент теперь мы узнаем реально сколько у кого каких чиновников какие яхты были будет все все больше и больше интересно интересно интересных новостей и будем понимать каких там наших родственников чиновников еще у кого что есть за рубежом точнее есть а было так правильно так роман большое спасибо за интервью зрители подписывайтесь на канал латинского шпиона андрея верникова телеграм-канал ссылочка в описании пока меня не арестовали я с вами остаюсь спасибо роман спасибо андрей всем хорошего дня